На ваш взгляд, в чём разница между духовностью и душевностью? О, какие вы вещи даже говорите! Ну, вот я очень боюсь, как бы мне не прочитать целую лекцию. Это действительно опасение и есть, я вам скажу, и очень большое опасение. Но, если хотите, всё-таки, может быть, это будет интересно. Вы знаете, что душа человеческая трёхсоставна. Трёхсоставна. А именно. Одну душу имеют растения. Душу что такое? Вот это жизнь самая. Совсем уже другой уровень, неизмеримо выше животные. Посмотрите, они как? Они не только чувствуют, они много понимают, сколько у них эмоций. Правда же? И, наконец, третий уровень, который присущ только человеческой душе – это то, что по-гречески я именуюсь там «нус» или «нос» от судного сферы, кстати. Вот это вот, если хотите, разумность или дух. Так вот, душевность – это всё то, что связано с первыми двумя этажами. Связано с чем? Вот со всеми нашими эмоциями, нашими, если хотите, хотите, всё то, что связано с горизонтальным образом жизни. Мы можем радоваться и страдать, заботимся о всех необходимостях, которые нужны нам в этой жизни. Да, можем решать какие-то проблемы, но это уровень вот такой весь, он касается этой жизни. И часто саму религию даже понимают в этом плане. Как понимают? Религия – это то, что освобождает меня от неприятности, то, что даёт мне возможность погрузиться в какие-то другие сферы, где я могу найти удовлетворение, могу помечтать, могу попасть в какие-то мистические слои и так далее. Вся забота о чём? Об удовлетворении, об удовольствии, если хотите, о наслаждении. Недаром душевность, часто душевными, называли тех подвижников, которые впадали... Есть такое понятие в аскетике – прелесть, то есть которые из ищут чего? Благодатных переживаний, благодатных состояний, благодатных даров. Ну, даров каких? Чертворения, видения на расстоянии и так далее. Это таких подвижников называли, что они в прелести, то есть льстят себе в высшей степени. Пре – приставка. Пре – это высшая степень. Вот это всё связано с душевностью. Поэтому, говорят, душевность и духовность – это совершенно разные вещи. Кстати, любопытная вещь. Вот когда в Первой мировой войне, слышите, интересно, когда был с Германией, то очень многих поразил следующий факт. Ведь, вы знаете, немцы назывались культуртрегеры, то есть носители культуры. Помните, там ещё Ницше учил о Убермэнше, то есть сверхчеловеке. Так? Культурно-носители, если хотите, чуть ли не сверхлюди, которые очень любили своих собак. Собак, да-да-да, собак. Животных, которые, кошечек, которые были. Ну, и, конечно, естественно, детей. Ну, что ещё надо? И вдруг все чем были поражены? При этом удивительной жестокостью часто обращения с пленными людьми. С теми людьми, которые оставались на захваченных территориях. Это мне рассказывали сами люди. Поражены были, потрясены были эти душевные люди. Играют на губных этих гармошках. Кажется, такая музыка, такое эстетическое разбитие, такая сентиментальность. Слышите? Сентиментальность. Так? То есть душевность – вот она, полнота и жестокость и ненависть. Вот, оказывается, душевность – это вещи низшего порядка. И если эту душевность не переквашивать в духовность, если эти наши симпатии, которые мы можем испытывать кому-то, не переводить в область любви верной, верной любви, потому что, может быть, неверной совсем, я люблю того, кто мне нравится. Я терпеть не могу, кто мне не нравится. Я, кого люблю, я тому могу простить и очень многие вещи, за которые надо бы наказать. Кого я не люблю, я буду продираться и в таким вещам, где он совсем не виноват даже, выискивая всякую мелочь. Это всё... Вот эта вся душевность, которая связана часто с мирикой, сентиментальностью, романтичностью, но в которой религии нет. Поэтому один из святых, ну, если кому интересно, это Никита Стефат преподобный, он говорил, душевные – это как бы полуумные. И апостол Павел тоже об этом пишет. И когда нет духовности, то эта душевность – это всё лирика, это всё романтика, это всё сентиментальность. А только попробуй коснись человека, только прикоснись к нему не так. И действительно, как уже мы говорили, как ёжик тебя уколит сразу тысячами игл. Вот, оказывается, что такое душевность. Душевность, она опасна в религии, в христианстве она очень опасна. А очень часто мы видим, к сожалению, когда настоятель не смотрит за хором, то очень легко, часто, особенно, когда хор становится больше, и рейгент имеет музыкальное образование, допустим, светское, начинается, знаете ли. Такая лирика! То умирает совсем, почти не слышит, то взрывается таким громом, что все аж вздрагивают. То есть, что такое? Эффект произвести! А какой молитве? Причём молитве? Никого его не интересует, никакая молитва! Эффект надо! И люди, которые ищут тоже этого эффекта, что они? Вы куда идёте? Я иду на всенушный Рахманиного! Ну, не на всенушный же, правда? Там Рахманиного будет! Песнопение Рахманиного, правда? Или... А вы на литургии Чайковского! Ну, да-да, Чайковского, конечно! Не на литургии же! Вот это вот всё это что такое? Вот это вот плоское, плоское, это сентиментальность, лиричность, это вот это всё является духовностью! Извините, что так долго отвечал! Продолжение следует... Продолжение следует...